Дорогие христиане, нет сомнения, что Савва Сербский является одним из лучших сыновей сербского народа. Для того, чтобы сказать о нем несколько слов, уместных в праздник, я воспользуюсь помощью другого великого сына сербского народа, Николая Велимировича. Он среди всех своих творений говорит в частности следующее. Он говорит, что славные люди наши, предки наши, славные люди нашего языка, народа, это наши судьи. Нам бы хотелось похвалиться Сергием, Серафимом, Саввой, но Николай Велимирович говорит, что нам нужно иметь некое опасение и благочестивый страх. И вот почему он так объясняет эту мысль свою. Христос Господь евреям однажды сказал в Евангелии Иоанна, читаем, что я не буду вас судить, так сказать, перед вас говорить злое на вас перед Отцом. Есть у вас судья. Это Моисей, на которого вы уповаете. Смысл сказанного заключается в том, что евреи действительно безмерно любят Моше, называют его почетным титулом Моше Робейну, Моисей наш учитель, и с гордостью говорят, что мы, Моисеевы, ученики. А Моисей-то, собственно, среди всех этих хитросплетенных тысяч заповедей, учит об одном, о Мессии. Он учит, открывает нам тайны, одновременно закутывая их в гадания обрядовые. И, по сути, Моисей ведет людей к Иисусу, как он вел их из плена, из земли рабства, в землю обетования, так он и душу, благочестивую, законную душу, ведет к Иисусу. Смысл всего в Иисусе, и спасение в Иисусе. И поэтому, когда они надеются на Моисея, но остаются неверующими по отношению к Христу, то сам Моисей во время Оно скажет им, ну что ж ты, брат, со своими обрезаниями, со своими субботами, со всеми своими законами о пище, со всеми праздниками и обрядами, что ж ты главного не понял? Я ведь тебя туда вел. Ведь смысл этого был не в мелочах, а в главном. А главное – это Христос. Он потому и явился Иисусу Христу на Фаворской горе с Ильей, для того, чтобы и закон в лице Моисея, и пророки в лице Ильи поклонились единому безгрешному. И вот эту мысль Николай Велимирович берет нам, уже христианам, и говорит нам, Моисея любят евреи, надеются на него и хвалятся им, и не понимают его, и он будет их судить. Потом они станут на суде, и он скажет, ну что ж ты, брат, туда надо было идти, я сейчас с Иисусом стою, а ты без Иисуса во тьме. И вот таким же образом говорит Николай Сербский, что христиане тоже любят похвалиться своими святыми, но каждый народ имеет своих святых, причем величайших святых. Там сирийцы, если бы захотели хвалиться, у них бы дня не хватило пальцы загибать. Там и Златоуст Иоанн, и Симеон Столпник, и Ефрем Сирин, и так далее. Русские бы хотели похвалиться и Серафимом Саровским, и Сергием Радонежским, и Блаженной Матроной. У нас тоже столько святых, что мы устанем называть их имена, как говорит Псалом, и зачту их, и пачи песка умножатся. Также и у вас, драги Сербины, у вас есть и Савва, и Симеон Мироточивый, есть и Короли, Милутин, Драгутин, и Блаженные Жены, и Мученики, и Лазарь, великомученик. И мы бы всем этим хотели похвалиться. Но сегодня унесите с собой из церкви то, что это наш суд. Потому что во время Оно мы увидим этих людей, которых мы сегодня прославляем. Увидим святого Савву, увидим святую Нину, которую сегодня грузины чтут. Это их самая дорогая душа. В хрупком женском теле невинная девушка покорила Каакасские горы. Где такое видно? Туда сегодня без автомата ходить страшно. А там девчонка беззащитная пошла по Кавказу босыми ногами и научила эти дикие племена веровать в Троицу Диносущную. Великая душа, без сомнения великая. Также и грузины богатый народ. Мы все богатые люди. У нас сокровищницы церкви неистощимые. И вот вместо того, чтобы хвалиться этим всем, нам нужно подумать о том, что мы всех их увидим. В день великий, в день страшного суда, в день посещения второго Господня. Этой земли, твари своей, для изменения навеки. И тогда мы будем понимать, или мы с ними, или мы не с ними. Если мы окажемся не с ними, то есть имена мы их знаем, жития мы их читали, но жизнью своей мы на них не похожи. И скажет тебе или мне Савва Сербский, или Николай Чудотворец, Спиридон Тремефунский, или Нина, скажет, ну что ж ты, брат, ну ты же знал все. Ну ты же и любил меня вроде, и ты же кланялся мне в храме, и пел акафисты мне, и читал мое житие. Ну почему ты не сделал еще вот это, вот это и вот это? Почему не принес в жертву себя, Богу, жертву чистую, всесожжение словесное? Почему время твое отдал не Богу, а суете? Почему деньги твои лишние вернул не в руки нищих, а в суету и в ненужные удовольствия? Почему ты Евангелие читал, реже, чем читал газеты или слушал новости? Почему в храме тебя бывало, что было, бывало, что не было? А когда был, то головой своей летал, ногами в храме стоял, а умом летал по Поднебесной. В общем, спросит меня святой человек Божий, которого я люблю, что ж ты, брат, ты же знал все. Почему не приложил немножко больше старания, немножко больше усилия? Человек это ведь, мы ведь тайна, загадка сами для себя. Вот я с грехами, это не я. А я без грехов, это настоящее я. Я, когда я иду к Христу, это я. А когда я иду от Христа или прячусь от Него, как Адам в раю, это не я. И мы сами себя еще до конца не знаем. Нам так и Евангелие говорит. Дети, мы еще не знаем, кем мы будем. Знаем только, что увидим Его, как Он есть. И радости нашей никто не возьмет от нас. И вот сегодня, в день памяти Великого Саввы, просветителя сербского, которому уделилась еще благодать иметь папу святого и брата святого, Стефана Перовенчанного, краля сербского, и Семена Мироточивого, родного отца. У них семья была святая, как у Василия Великого. Это вообще отдельный разговор и великая красота. Сегодня, возлюбленные сербы, давайте по... и русские, и все, кто есть здесь, кто бы здесь ни был. Потому что у нас нету разницы на языке и племена во Христе Иисусе Господе нашем. Сегодня давайте мы подумаем, чтобы те, кого мы любим, чтобы не были нам судьей, чтобы не было с нами то, что будет с евреями. Любят они Моисея, но Моисей им будет судья, ибо они не до конца понимают то, чего учит Моисей. И за Моисеем туда дальше, ко Христу не идут. И мы с вами должны почитать святых и идти туда, куда они дошли. Любить то, что они любили. Отворачиваться от того, от чего они отворачивались. В общем, подражателями быть, как Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть мы почитаем святых для того, чтобы подражать им, у них учиться. Поэтому нужно внимательнейшим образом читать жития святых угодников Божиих и по мере сил применять к своей жизни все, что ты там вычитал и все, что ты мог понять и усвоить. Для того, чтобы были подражателями их священного жития. И как знаете, представьте себе, по глубокому снегу идут по лесу папа и сын. И папа идет первый и оставляет в глубоком снегу большие мужские следы. А сынок прыгает из следа вслед за ним и говорит, ну как, тяжело тебе, пацан? Говорит, нет, мне легко, я за папой. По глубоким следам, уже протоптанным отцом, идет маленький ребенок и в снегу не утопает. Примерно так же и мы, христиане, по глубокому снегу, этот образ очень понятен в сегодняшние снежные дни, должны идти за нашими святыми. Русский, иди за Серафимом. Серб, иди за Николаем Велимировичем, за Юстином Поповичем, за Савой Сербским, за всеми святыми рода вашего. Грузин, иди себе выбери мученика Абот Белисского или Святую Нино, иди за ними. Нужно идти туда. У нас одна дорога и одна цель. Начало пути Христос и конец пути Христос. Он Альфа и Омега. И вот к нему сладчайшему мы однажды соберемся под его ноги, пред его колени, когда он хочет и как он сам хочет. Есть такая древняя молитва евхаристическая. «Собери нас, Господи, во Царствие Твое, как хочешь и когда хочешь, только без стыда». Это молитва, по-моему, первого века из Дедахе или из Литургии Якова. И вот мы должны собраться к глазам Иисусовым, под ноги Иисусовы, пройдя свою жизнь по следам святых. Это и есть почитание. Вот так почитать и нужно святых, чтобы за ними идти туда, куда они пришли. Чтобы в жизни своей, в малой мере, повторить хоть немножко подвиги и труды, которые они умудрились совершить в своем житии. Это и есть истинное почитание. Поэтому мы сегодня на суде стоим, на маленьком суде. Каждый раз, когда Евангелие читается, это суд для моей души, суд для моей совести. Слово Божие звучит, и это суд. И на этом суде сегодня я узнаю, что я только в начале пути. Что путь мой христианский начинается сегодня. Вот прям сегодня, как Герман Аляскинский говорил, давайте-ка мы сегодня, вот с этого дня, с этого часа, вот с этой минуты, полюбим Господа Иисуса Христа и начнем служить Ему и творить то, что Ему угодно. Слышите? С этого дня. Не думайте, что уже за спиной у вас много там накоплено богатств духовных. Нету их там. Их там нету. Обнулите их. С сегодняшнего дня начинайте заново. И Дмитрий Ростовский говорит, кто каждый день полагает начало спасению, не обманется. А кто привык почивать на готовых лаврах, обманется. Поэтому мы идем за святыми. И нам стыдно, что мы не святые. Мы бы хотели быть ими, но у нас не получится. Но мы хоть немножко, хоть с краечку, но в раечку. Хоть немножечко, но будем держаться за ризы святые этих божьих людей и по их следам, и идти по их дороге. Только в этом и заключается почитание святых. Все остальное – это мирское. Будьте духовные христиане, будьте пневматологические люди. Христос доживет в сердцах ваших за молитвы Савы, Нины и всех святых, бесчисленное множество которых радуется и веселится в Царстве Божием, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там да будем и мы со временем, дай Бог, не по делам, но по милости. Аминь. С праздником!